здравствуйте друзья у нас снова дельта которые уже снималась у нас в кино это дельта который по моему был обзор какая техника лучше альфа или дельта сравнения там кстати я что-то не точно сказал сколько бензина в баке начался там спор в общем конце видео солью я весь досуха досуха бак и насыплю под горло и напишу ли в комментариях или скажу конце видео сколько конкретно сюда заправлять бензин знаю точно что пятерка сюда не влазит это сто процентов вот в общем ездил ездила все прекрасно все шикарно сезон даже не два сезона катал уже без проблем без каких-то во мелочном колесо по мы проткнули что-то еще там был какая-то херня ну по факту все но в конце сезона начался как как-то жесткий стук руль при езде по каналам всяким кочкам в общем вилка передняя заклинила насмерть чем пробовал качать она вообще нисколько не играет то есть соответственно полностью заклинила почему неизвестно сейчас будем ее снимать разбирать и смотреть что же там случилось давайте сейчас сразу порядку скажу что я буду делать ну для начала конечно мы снимем колесо гаечку отворачиваем шпильку вынимаем колесо снимается барабан тоже у нас ну повиснет просто вниз то есть он нам мешаться не будет вот здесь вот внутри два болтика отворачиваем вот крылышек со стороны будем я думаю по очереди перри смотреть то есть крыло не обязательно целиком снимать а здесь два болта снутри отвернем чтобы нас освободить перо дальше сверху будут болт отворачиваем это крепеж у нас верхней траверзы на на вилку да и вот здесь вот ослабляем еще болт на нижней траверзы которая обжимает нашу стойку и у нас она должна сняться давайте начнем сейчас я начну вам покажу по ходу что будет в общем пока у делаем вот эти операции то друзья ну что ж сняли мы стойки передние вилки с дельты одно перо но разобранным же видишь я буду объяснять рассказывать ну чтобы снять все просто надо снять колесо отвернуть вот здесь вот два болта с каждой стороны то есть такое перо хотите снять если левое соответственно очень правая с этой стороны левые с той стороны отворачиваем болта освобождаемый стойку от крыла вот сюда вот заворачивается эти болты так дальше сверху отворачиваем сверху отворачиваем с траверзы пробку здесь уже в отличие от альфы здесь не просто болт который держит стойку а он также и пробка еще пробка самой так сказать самого пера вот дальше что еще вот здесь на нижней траверзы болт ну вот здесь я выкрутил или ослабить здесь просто туго этот перо шло если туго идет перо вот здесь еще прорез есть на траверзе отвертки широкой потихонечку раз раз расширяем ответ этот проем то есть освобождаем наше перо и его вытягиваем то есть это все снимать не надо вот эти кожуха которые там крепят фару вот этот пыльник ну типа пыльника то есть на альфах здесь пыльники ставят резиновые здесь вот такая хренатень теперь проговорим про стойку стойка у нас пружина уже не внутри а снаружи пружина у нас через вот такой пластиковый стулочку из такой пластику упирается вот эту в нижнюю траверзу то есть сама работа пружины упор в нижнюю траверзу и упор в нижнюю часть стойки так сказать так точнее тут как вот сделано вот только пружина сейчас я буду снимать пока с пружину вот такие вот сверху стаканчиков . которая смягчает и все тут вот еще такой чесольчик плюс он как бы вот специально упор на вот вот эту часть наружный чтобы у нас на сальник не было упоров ударов так сказать и внутри вот там тоже какая-то пластиковая втулочка для смягчения куда упирается пружина дальше как разбирается у нас стойка она тоже отличается от альфы кардинально прям и отказал здесь вот стоит стопорное кольцо уже немножко по другому принципу вот таким съемником мы его сняли вот например вот она лежит его снимаем и путем резкого движения наружней трубы так сказать нашей стойки то есть как сказать движение в разные стороны делаем резкие сальник у нас выходит из нижней части стойки вот такие дела сейчас мы все здесь промываем прочищаем сальник у нас меняется через верх вот отсюда продевается и вот на эту втулочку он упирается вот так вот это работает так масло у нас заливается вот в этот стакан здесь я не понял друзья там такая хрень это не понял болт или втулка непонятно с этой стороны тоже вот я сначала думал она держится вот отсюда отворачивал блин да все в проворачивается потом как бы попробовал такой вариант как бы на некоторых было похоже что-то вот и все у нас разобралась а вот это для чего не пойму здесь потому что крепежа никакого нету под это все дело вот такие дела так что кто подскажет для чего этот болт нужен я не понял в комментариях прошу написать вот сейчас мы будем все мыть собирать я уже объяснил сейчас наш план действий здесь все вымываем вычищаем протираем сюда наливаем 100 120 грамм как бы размер масла так же как на альфе вот и потом вот эту трубу вот так вот одеваем сюда обратно загоняем сюда и до конца сажаем сальник новый забиваем сюда и ставим стопорное кольцо самое главное забыл сказать почему у нас не работал стойка поняли почему то что вот столько масла было в каждой стойке этот стакан к сожалению разлил сейчас отнюю так вот тряпкой все это смакиваем зацепил ногой на секундочку здесь так 200 миллилитров понимаете да вдвое больше масла сколько нужно в общем я сразу же понял что счет это спросил у эксплуататора так сказать этого транспортного средства игры почему столько масла ну кто-то там из друзей подсказал надо вот добавить масло они пробочку отвернули долили масло масло было практически под пробку налита вообще вот такие дела и поэтому стойка стал дубовый не работал соответственно некуда было так сказать воздух у них он пространство для работы так сказать все было заполнено там внутри маслом вот такие дела так друзья пришел оператор мне помогает теперь сейчас я вам покажу все повнимательней одну стоечку уже собрали вот она стоит кстати по сальникам сейчас она плохой получился момент неприятный сальники я короче брал два набора мы альфа уже одну собрали на этих сальниках на дельту они не подходят двадцать седьмые во первых здесь труба на дельте двадцать пять и по наружу сальник внутри труба вот здесь вот она на тридцать пять то есть меньше чем на альфе поэтому сальники смотрите не перепутайте в общем они разные бывают ну что ж масло и сюда налил 120 граммов вот так вот этот стакан так вот у нас все против помыл будет стоит перепускные где-то видал отверстия принцип работы немножко ну такой свой так опускаем опля так сальник мы будем использовать старый они не текли ну потекут заменим нас просто нету ждать не охота как бы они были нормальные набил я еще с маской вот тут там вот внутри синий пластичный видна очень нам намазал кантик которую по трубе будет ходить так и сюда вот на место чего не загонять так чем забить я вот думал чем сальник забивать у нас обычно я использовал старые стальники на альфе нас сейчас старых нету подумал а муфта от полипропилена на 25 в общем я нашел по размеру на на 34 то есть в аккурат подходит вот этот буртик упираться не будет внутри пришлось миллиметр один напильничком подточить буквально пять минут и она нас уже все плотненько по трубе идет сейчас мы попробуем вот так вот толкать о нашем случае поможет не поможет там от руки зашла на той стойке этот сальничек не хочет не хочет сейчас будем постукивать здесь вот руки не идет тогда будем сейчас аккуратненько постукивать через чего-нибудь вот этим буртиком чтобы аккуратно только трубу не покоцать до рабочей части да сейчас будем как-то все это дело аккуратненько в общем все на получилось все заебись как как и бывает навсегда в общем по кругу крутим по ленцам как у меня показывал простоки шик 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 по кругу и все шикарно у нас все села на место пас под стопор показался сейчас берем стопор где у нас чудо аппарат чудо аппарат кстати вообще классный аппарат желтый аппарат обзор не сняли все вместе к левой аппарат может как нибудь с ними удобная херня двухсторонние так ночью у нас почти все готово сейчас короче все собираем на место так кожух сначала это железной частью алюминия раз так делась пружина потом на тот пластмасс который одеваем пружину вот эта втулочка должна быть сверху все у нас готово к установке ну и все сейчас мы загоняем на место так что так минус что в общем все понятно на место загоняем здесь сейчас уже я буду поджимать здесь болтом наживить и все затянуть сверху но сейчас вам объясню ребят еще такой момент есть небольшая хитрость чтобы нам все это херобору не снимать вот эти вот кожуха геморрой лишнего много все такое в общем берем длинный болт или шпилечку такой же резьбой потому что когда стойку устанавливаем она маленько просаживается внутренний поршень вниз ее нужно вытянуть то есть чем-то длинным дотянулись подвернули и и вытащили вот здесь уже все но уже здесь сверху все теперь наш болтик наживляем и заворачиваем так сейчас мы точнее повернем пока он будет заворачиваться будет проворачиваться подтягиваем траверсу где-то у нас здесь болт лежит и протягиваем до конца болт и так что дальше дальше просто опять одеваем крыло назад на эти два болта вешаем и другую стойку также все собираем вставим колесо и посмотрим что получится сейчас мы просто это не будем все снимать вот этого смусоливать проверим просто как нас работает стоечка вилочка россия так со мной мы короче тут наебались вовремя не посмотрели уже все поставили прикрутили в общем короче потом уже глянули что первое там это поставили на туда когда надо в общем вот это перо с выступ на которые она должна слева быть потому что этот выступ встает на барабан видно видно я снял стопор барабана очень короче сейчас мы будем переставлять так что на это обращаем внимание и так не делаем если с выступом перо значит она левая правая без выступа прямая это правая я послал левая снял